В рамках всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» состоялось открытие дерева памятника в Чеченской Республике. Им стала старовозрастная липа, которая произрастает в селе Ведено, в парке, носящем имя первого президента Республики Героя России Ахмата Кадырова. Парк был заложен в 1869 году солдатами Куринского полка по указу наместника на Кавказе князя Александра Борятинского. В целях сохранения уникального природного объекта парку был придан статус памятника природы регионального значения. Всероссийским памятником стала самая крупная липа, произрастающая в парке. На торжественное мероприятие в актовый зал районного дома культуры собрались представители Министерства ведомств Республики, руководство района, жители села, ветераны и молодежь, представители различных средств массовой информации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, уважаемые гости, миссельчане. В шустром огромной благодарности переполняю мое сердце за внимание гостей к нашему району, причиной которой явился сегодняшний праздник присвоения статуса дерево памятник живой природы, липе, который растет на территории парка имени первого президента Ченской Республики Героя России Ахмата Джекадырова. Наши старейшины рассказывали, что этот парк был заложен тогда еще при царе царскими солдатами. Сегодня я очень рад, что действительно наши гости привезли сертификаты, доказали, что это так. С сегодняшнего дня мы в Веденском районе будем иметь свое архитектурное живое памятник. И я от всей души хочу поблагодарить, сказать им большое спасибо. Действительно, чтобы люди знали, что есть такой парк в Веденском районе, еще посаженный в 1869 году при князе Боротинском, который находился своими войсками, тогдашний наместник царя. Мы заново это все почистили, построили и бережно будем смотреть и охранять наше дерево. А сегодня то, что мы сегодня отметим, получим сертификат, мы его передадим нашим детям, чтобы они передали его и дальше, и дальше. Я хотел бы очень поблагодарить главу администрации и отдела культуры района за то, что они на самом деле очень пристально следят за этим парком, который здесь находится. Парк, который называется именем нашего президента, первого президента Чеченской республики, Герои России, Герои России, Герои России. Мы хотим, чтобы они были в целом, чтобы они были в этом парке, и мы достоинством. Вот эта всероссийская программа, в которой мы сегодня участвуем, она очень значимая. И значимая почему? Потому что дело в том, что наше подрастающее поколение почувствовало, какое значение природе дает наш глава государства Владимирович Путин. В каждом субъекте, например, вот наш глава республики Рамзан Шкадыров, дает этому исключительно пристальное внимание и значение. Член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, председатель сертификационной комиссии программы Сергей Пальчиков, зачитал сертификат, подтверждающий статус исторического дерева. В рамках всероссийской программы признан памятником живой природы всероссийского значения. Установленный возраст дерева 144 года. Сертификат был передан главе администрации Веденского района Шамилю Магомаеву. Под аплодисменты собравшихся, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской республики Леме Магомедову традиционно был вручен переходящий символ эстафеты – деревья памятники. Большое вам спасибо, но мы не привыкли передавать другим то, что нам отдают. В 2013 году Чеченская республика принимала всероссийскую программу «Деревья памятники живой природы». Памятная доска с изображением символа эстафеты «Деревья памятники» навсегда останется у руководства республики как знак, подтверждающий торжественные события. Специалисты НПСА «Здоровый лес», заранее выезжавшие к историческому дереву, подготовили подробный отчет о полном обследовании липы кавказской. Но, осуществив все мероприятия, которые здесь специалисты расписали, эта липа будет прекрасно долгие годы расти на радость нашим будущим поколениям. Отчет об обследовании липы с рекомендациями по уходу за раритетом был передан руководителю дирекции особо охраняемых природных территорий Чеченской Республики Мавсару Палсултанову. От имени Совета по сохранению природного наследия нации дипломами Совета были награждены сотрудники Министерства природных ресурсов и окружающей среды Чеченской Республики, организаторы акций по посадке деревьев, руководители республиканских экологических движений. С особой теплотой зал встретил награждение дипломами Совета и вручение ценных подарков от НПСА «Здоровый лес» школьников, победителей фотоконкурса «Зеленая планета», конкурса рисунков «Наш дом – земля» и специальные районные викторины «Здоровый лес». Все награжденные были активными участниками, прошедшей накануне акции «Посади дерево». Мы видим Вашу уважительную и искреннюю любовь к родной земле. И я хочу от имени членов сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья памятники живопроды» поклониться Вам низко и выразить слова искренней благодарности. Спасибо Вам за это. Впечатлены мы приемом тем, как прекрасна эта земля, какие прекрасно здесь люди проживают. Впечатлены тем, какая чистота везде. Мы видим любовь чеченского народа к родной земле, к природе родного края. Между Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации и Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды Чеченской республики было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения природы региона. Не обошлось и без ответных жестов гостеприимства, памятных подарков для гостей из Москвы. Торжественную часть мероприятия завершил праздничный концерт. Звучали национальные чеченские песни, танцевали хореографические коллективы. Зажигательные мелодии лесгинки никого не оставило равнодушным. Ни на сцене, ни в здании. В завершении все участники и гости проследовали в парк к исторической липе, где и была торжественно открыта памятная табличка с описанием дерева и указаниями его точного возраста – 144 года. Еще долго не расходились жители чеченского села Ведено. Подходили к дереву, читали табличку, фотографировались на память о прошедшем ярком и запоминающемся событии – открытии памятника живой природы всероссийского значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok